Здравствуйте! Это программа Алло Студия и сегодня у нас в гостях руководитель молодежного общественного объединения Лига Добра Нелли Булатова. Нелли, доброе утро! Доброе утро! Насколько я знаю, еще год назад вы руководили проектом волонтеры Приморья. Почему ушли оттуда и создали Лигу Добра? Да, год назад, еще в апреле 2014 года, в марте, я руководила волонтером Приморья. Ушла, потому что решила развиваться дальше. Год я пробыла в этом прекрасном проекте, мы его открыли, грубо говоря, с меня была первым координатором этого проекта. Потом, проработав год, поняла, что нужно двигаться дальше. А как двигаться дальше в волонтерской деятельности? Это открыть свою организацию, идти своими путями. Вас что-то там не устроило? Развивали бы волонтеров Приморья? Меня все устраивало, но эта организация находится, волонтер Приморья, при департаменте по делам молодежи Приморского края. Вы захотели быть совсем самостоятельной? Мне захотелось, да, быть совсем самостоятельной, немножко двигаться в другом русле. То есть моя организация все-таки направлена не только на предоставление волонтеров для разных мероприятий, но и на создание своих волонтерских проектов, своих мероприятий. А волонтер Приморья все-таки больше направлен на то, чтобы предоставлять волонтеров на разные мероприятия. То есть у меня немножко другая цель, у меня немножко другая задача. Также мы начали проводить школы подготовки волонтеров, что в том проекте, наверное, было, может быть, невозможно в тот момент. Сейчас не могу сказать, поскольку они отдельно развиваются от нас. Это все отличия этих двух проектов? Лиги добра и волонтеры Приморья? Нет, отличий много. Все-таки мы абсолютно отдельное самостоятельное молодежно-общественное объединение. Проект — это проект. Это не организация, это вот именно проект, который реализуется при поддержке департамента, например. Мы реализуемся сами. У нас есть поддержка, но она не такая. Название откуда такое возникло? Почему Лига добра? Волонтеры Приморья понятно. Ну вот очень долго думали над названием. У нас была такая группа, которая создавала эту организацию. Я не одна ее создала. Долго думали. И так, и так. Изначально была Лига Бобра. На самом деле, добро, бобер, почему-то как-то... У нас даже логотип — это Бобер. А потом подумали, что Лига Бобра будет относиться не очень серьезно, наверное. Да, с юмором, да, прекрасно, но нужно что-то более серьезное. И в итоге Бобер превратился в добро. Потому что мы, как волонтеры, делаем добро. Нелли, а вы нацелены только на Владивосток или собираетесь охватить все Приморье? Мы вообще нацелены на Приморский край. У нас краевое молодежное общественное объединение. К сожалению, пока не зарегистрировано, но вот в ближайшее время будем регистрироваться. Но вы за пределами города уже работали, где-нибудь участвовали в каких-нибудь проектах в Приморском крае? Сами мы не участвовали. То есть наши ребята, которые волонтерят у нас, когда студенты, которые учатся в течение года, волонтерят у нас, потом волонтерят в своих районах, в своих городах. У них есть свои объединения волонтерские. То есть наш опыт они туда дальше продвигают. Но есть и надобность, и есть желание наше проехаться по краю, рассказать, что делаем мы, показать, как мы это делаем, провести какие-то школы. А вообще это сложно создать во Владивостоке волонтерскую организацию. Для этого нужно оформлять какие-то документы, налоговые отчетности, может быть, офис арендовать. Как это все делается? Ну, в зависимости от того, для какой цели ты делаешь эту организацию. Ну, вот для ваших целей. Для наших целей мы создавались, можно сказать, на листе. Просто на листе. На листе и, наверное, еще и на компьютерном сайте. Ну, у нас группа ВКонтакте, сайта нет. Нам не надо регистрировать, обязательно регистрировать организацию не надо. Если мы хотим участвовать в грантах, которые есть, у нас есть от Росмолодежи гранты, есть поддержка муниципальная, там, разная, да, то тогда надо зарегистрировать организацию, и только тогда мы можем участвовать. А так, нет, не надо. То есть у вас нет красной корочки с надписью «Руководитель общественного молодежного движения Лига Добра». Нет, у меня не то, что даже нет корочки. Я могу сказать, что я такой же волонтер, как и ребята, которые у меня в организации. Вы на равных участвуете работать? Да, я также с ними езжу на автобусе, который возит волонтеров на мероприятия. Я также с ними кушаю в одном месте. Я также с ними общаюсь, также с ними работаю и исполняю те же функции, что и ребята. То есть нет никакого отличия от того, что руководитель или не руководитель. Руководитель формально, я просто, у меня есть группа, у меня ВКонтакте, да, где мы набираем волонтеров. Я веду переговоры с организаторами, там, списки подаю, не списки. А так, я точно такой же волонтер, как и все остальные. Нелли, вот слово «волонтер», оно подразумевает под собой что-то добровольное, бесплатное. А вы говорите о грантах. Гранты, я так понимаю, это какие-то деньги. За что волонтерам могут платить деньги? Гранты не направлены на выплату денег волонтерам. Гранты направлены на развитие организации. Они направлены на то, чтобы мы делаем какой-то проект. Например, школа подготовки волонтеров. Но ее невозможно провести без 0 рублей, 0 копеи, грубо говоря. То есть преподаватель, кто ведет курсы. Нет, преподавателям не платится. Хорошо, аренда, опять же, помещения. Да, то есть если нам нужно арендовать помещение. Канцелярские принадлежности. Канцелярские принадлежности, блокнотики, там какая-то атрибутика наша. Символика. Символика. На это нужны деньги. Вот на это и выделяется грант. Не для того, чтобы заплатить даже не преподавателям, не волонтерам тем более. Тем более не волонтерам. А для того, чтобы как-то минимально наши расходы. Элементарно, бейджики для волонтеров. Мы же должны за что-то их делать. Согласен. Вы ведете статистику, сколько человек на июнь 2015 года вступило в Лигу Добра? Ну, как сказать, вступило, это, наверное, неправильно. Ну, поучаствовали в проектах. Поучаствовало, да. В наших проектах сейчас поучаствовало около 600 человек. Это разные люди на разных мероприятиях. Мы, конечно же, ведем статистику. У нас есть база наша волонтерская, по которой мы набираем волонтеров, рассылаем рассылки и так далее. То есть мы примерно понимаем, сколько человек проходит. Но они приходят, они уходят. Они могут одно мероприятие отработать и больше никогда не работать с нами. А могут отработать 20 мероприятий и работать дальше. То есть, ну, тут зависит очень от людей. Ветераны свои есть у вас уже, если можно так сказать, о двухгодичном существовании Лиги Добра? А, Лига Добра существует в год. Кто? От первого дня? Ну, наверное, чуть больше. Полтора с марта мы существуем, да. Конечно, есть ветераны, которые пришли со мной из волонтера Приморья в марте 2014 года, которые так и продолжают со мной работать. Это заместители мои в организации, это люди-координаторы. То есть у нас есть немножко распределения, конечно. Заместители-координаторы, координаторы направлений, потому что много направлений. И вот это люди, которые пришли со мной изначально в команду. А что стало с организацией «Волонтеры Приморья» после того, как вы ушли? Ее прекрасно ведет другая девушка, с которой мы вели вместе с Екатериной Калинич эту организацию. А она дальше ее прекрасно ведет. То есть это просто две разные организации. Нелли, скажи, а конкуренция между волонтерскими организациями существует? Вы боретесь за мероприятия, за клиента, скажем так? Ну, конкуренция, конечно, существует, она всегда будет существовать. Мне кажется, в нормальном обществе всегда есть конкуренция. Она добрая конкуренция? Она добрая, конечно. Наши ребята работают на мероприятиях волонтеров Приморья. Всегда говорю, введите заявки от волонтеров Приморья, идите, работайте, потому что это тоже опыт. Ребята с волонтерами... У нас вообще, в принципе, одна волонтерская база, у нас одни и те же ребята. Просто разные мероприятия. Как сложилось, что мероприятия делятся между организациями? Уже не только у нас две организации. Есть еще Центр подготовки волонтеров в ДУФУ, в ГУЭС. В ГУЭС самая мощная на сегодня организация? Самая многочисленная? Это, наверное, не мне судить. Потому что я не знаю многочисленности организаций. Я знаю, что крупные университетские организации — это ДУФУ в ГУЭС. Есть в ТГМУ свой центр, есть в МГУ Невельского. Как распределяются мероприятия? Определенные, грубо говоря, как клиенты наши, назовем их так, организаторы, обращаются к какой-то из организаций. Выбор они делают, наверное, в пользу тех, кого знают. Если меня там знает, например, руководитель, человек, который организует чемпионат Азии по КУДО, например, то он обращается, понятно, ко мне. Если у нас это мероприятия администрации края, они чаще обращаются к волонтеру Приморья, потому что он находится при администрации Приморского края. То есть вот такое отделение. Чем вы предметно занимаетесь? Какие направления, основные деятельности у вас существуют? Основные направления деятельности — это, конечно же, событийное волонтерство, что больше всего развито. Сервисное, как его называют в Центральной Европе. Что вы имеете в виду под словом событийное и сервисное? Это какие-то семинары, конференции? Это мероприятия городского масштаба, краевого и международного. Допустим, День города. Допустим, День города, День тигра. Также это вся концертная деятельность КСК «Фетисов арены». Все абсолютно концерты. Это какие-то небольшие мероприятия городские. Там эстафеты, старт и так далее. Так, сервисное. Значит, еще какие? Еще социальное направление, оно сейчас развивается очень во Владивостоке, именно в волонтерстве. Оно начало развиваться у нас перед универсиадой, потому что мы ездили, волонтеры ездили на универсиаду, потом в Сочи. Но также у нас есть наше спортивное волонтерство — это КСК «Фетисов арена» в плане ХК «Адмирала». То есть мы обслуживаем абсолютно все матчи ХК «Адмирала» в течение двух лет. Это сейчас, я вот переговорила со спорткомплексом «Олимпийц», будем там помогать тоже. Может быть и на баскетболе, на волейболе будем? Да, на баскетболе, на волейболе. Про футбол еще на футбол не замахивались? Замахивались, два раза помогали на футболе. Но там помощь волонтеров нужна постольку поскольку. Это в основном только активация трибун. То есть это мы болельщиков заводим, чтобы они кричали. Но это такая функция, наверное, очень своеобразная, потому что нужно, во-первых, очень уметь ярко себя поставить. У нас и так болельщики на футболе очень ярые такие. Там и так страшно ходить. То есть если на хоккее нам нужно немножко их подбадривать в каких-то местах, где-то волну запустить, то с футболом у нас все проще. Он уже давно и там уже сложилось. Так это вы на хоккее волну запускаете? О да, это мы запускаем на хоккее волну. И не только мы, но это болельщики хоккей-адмирала, конечно же. Ну и мы в том числе, как мы смотрели, когда хоккей в прошлом году, в 2014 Сочи, когда было, я еще волонтерой в Приморье работала, мы тогда заводили толпу, когда смотрели хоккей США-Россия. То есть тогда, да, тогда болельщики, тем более это экран, это не игра живая. И волонтеры подбадривали, заводили волну, кричали, перекрикивали, мне кажется, всех. Что еще на хоккее волонтеры могут делать? Волонтеры на хоккее помогают в навигации, потому что фетисов арена большая. То есть рассадка зрителям, показать, где какие сектора, где какие ряды, еще что. Да, 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 где кафпы, где у нас проходит пресс-конференция. Волонтеры обязательно помогают на пресс-конференции. У нас же в последнее время раздают автографы, не то, что на пресс-конференции, а автограф-сессия. Хоккеисты раздавали автографы. Волонтеры всегда помогали, потому что сдержать эту толпу очень сложно, даже охране. Плюс объяснить ребенку то, что ты должен пройти через правую сторону, через левую. Проще человеку, который поближе к нему возрастом. Насколько я знаю, вы участвовали еще в одной акции. Это, наверное, к событийно-сервисным относится. Бессмертный полк. Это не событийно-сервисный. Это социальное волонтерство, поскольку это акция социальная и немножко направлена на другое. На вспомнить наших героев. Что делали волонтеры? Волонтеры строили колонны. Чтобы у нас бессмертный полк не шел одним большим стадом, а чтобы он шел красиво и аккуратно, то волонтеры помогали, как построиться, кто за кем. Поскольку приходили компании, приходили... Было очень много людей. Да, людей было много, конечно. Объяснить, когда мы начинаем, когда мы идем. Где-то успокоить кого-то, что мы так долго стоим и строимся. В этом нужны волонтеры, были на бессмертном полку. На этих акциях вы в униформе работаете или вы просто друг друга в лицо знаете, скоординированно действуете? В зависимости от мероприятия. Вообще форму предоставляет всегда организатор. То есть, если это берем спортивное волонтерство, ХК «Адмирал», это футболки ХК «Адмирала». И все уже прекрасно знают, что если вы видите в синей футболке человека, то это волонтер. А бессмертный полк, мы тогда совместно делали это мероприятие с Молодежным ресурсным центром. В принципе, мы относимся к Молодежному ресурсному центру. Потому что, когда я создавала организацию, одни из людей, кто мне помогли, это был директор Молодежного ресурсного центра Андрей Васильевич Волков. И вот очень часто у нас скрещены мероприятия. Мы тогда были в униформе Молодежного ресурсного центра. У нас были жилеточки синие. То есть, если это мероприятия, какие-то концерты и так далее, то у нас другие футболки. Не помню сейчас, что написано на них. То есть, разная форма предоставляется организаторами. Иногда форму не предоставляют, тогда у нас просто бэджи-волонтер, которые делаем мы. Вот на те самые гранты, которые так нужны. Вы сказали, что бессмертный полк, акция бессмертный полк, это было социальное направление вашей работы. А социальное направление включает ли в себя еще такие виды, как помощь пенсионерам, ветеранам? Вот в этом не пытались по этому пути пойти? Да, социальное волонтерство включает это. Может быть, что-то на дом приносили? Я не знаю, вариантов там масса. Да, пока именно пенсионеров, ветеранов не трогали. То есть, это все у нас чуть-чуть дальше. Следующий шаг. В прожектах. Да, мы сейчас занимались тем, что мы работали с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями. Вот недавно прошел открытый фестиваль, наши волонтеры помогали. Также мы ездим в детские дома, проводим программы. Но мы программы проводим не развлекательные для детей, а для социализации детей. То есть, не для того, чтобы они повеселились, посмотрели, как мы для них спляшем, а чтобы они чему-то научились. Также это субботники, это тоже входит в социальное волонтерство. Как-то убирали мы мемориал погибшим на лесном кладбище, по-моему. То есть, ну и вот как-то помогали убирать территорию детскому дому вместе с детками. То есть, тоже такое мини-социализация детей. То есть, вот в таком пока двигаемся в социальном направлении. Я напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить гостю студии и задать свои вопросы Нелли Булатовой по телефону 22 14 0 19. Нелли, что вообще волонтерство дает людям, которые этим занимаются? Вроде и время собственное тратят. Зачастую и деньги какие-то, чтобы на проезд или что-то там, на питание во время акции. Для чего туда идут? Идут для самореализации, мне кажется. То есть, я могу говорить за себя. Я пришла для того, чтобы самореализоваться. Мне нужно было что-то делать. Мне нужно было приносить кому-то добро. Я пришла в далеком 2007 году. Я была в 7 классе, еще совсем маленькая. Наверное, не смышленная. Не понимала, куда иду, а что я обязываюсь. И как надолго. Но я пришла для того, чтобы радовать людей, грубо говоря, своей улыбкой. Ну скажи, подспудно все равно. Ведь была такая мысль, что волонтерство дает еще возможность побывать на каких-то мероприятиях, на которых ты не смогла бы побывать, если бы не была волонтером, в каких-то интересных местах. Такой фактор есть? Конечно, есть такой фактор. Мы работаем для себя и для других. То есть, все равно есть доля того, что мы работаем для себя. Мы можем побывать, как правильно было сказано, на многих мероприятиях. Я, например, была волонтером на универсиаде в городе Казань. Это из последнего. Но, Нелли, вы сказали, что первый раз поучаствовали в волонтерских проектах в 2007 году. Прошло уже 8 лет. Вот за этим 8 лет самые яркие места и самые яркие события. Самые яркие места, это, наверное, я работала волонтером в Казани, на универсиаде совсем недавно. Это какие-то концерты города Владивостока. Я не могу сказать, что я где-то много волонтерила на международной арене за пределами города Владивостока. То есть, я, к сожалению, так получилось, что в последний момент отказалась от волонтерства на Олимпийских играх, потому что обстоятельства так сложились. А хотелось? Ну, вроде бы хотелось. Да, конечно, ты готовился, ты проходил все тренинги. Но бывает, что не складывается. Жизнь, она такая. Здесь, да, здесь на международных площадках я поработала. И на чемпионате Азии по Кудо, и на других соревнованиях международных. И вот в те 2007-2008 года я работала на мероприятиях, которые шли в тот момент, сейчас уже не вспомню. Но вот как-то за пределами только универсиады пока. На концертах в Фитисов-арене на каких побывали? Ой, я побывала почти на всех, наверное, кроме последних. Группу Ленинград? Нет, к сожалению, меня не было в городе, поэтому не сложилось. И, кстати, работали ребята именно из организации «Волонтер Приморья» на последних концертах. До этого мои ребята работали. Но не жалею абсолютно, потому что для меня концерты, я их не смотрю. Вот когда ты волонтеришь, да, ребята там успевают посмотреть, а ты как руководитель организации, как человек ответственный за то, что делают твои 40 человек, приехавшие на Фитисов-арену, обычно не успеваешь даже, не то что посмотреть, вздохнуть не успеваешь. Поэтому судить о том, что ты вот на всех мероприятиях побывал, посмотрел, наверное, это, ну, немножко неправильно, потому что ты все-таки работаешь. Ты не на развлекаловку ходишь. Нелли, а вам какое слово больше по душе, доброволец или волонтер? А для меня они равны. То есть это одно и то же понятие. Ну, доброволец — это русское слово, волонтер — это иноязычное. Конечно, как человеку русскому... Французское, если не ошибаюсь. Какое? Слово «волонтер». Волонтер, не могу подсказать. Вот я не знаю, к сожалению, своему большому студу, приду, посмотрю слово «необязательно». Надо после эфира обязательно Википедию открыть. Нет, Википедия не тот ресурс, который надо открывать, но посмотрю. А я все-таки человек русский, поэтому, наверное, доброволец. Но поскольку мы работаем на международных мероприятиях, мы используем понятие «волонтер», как это принято в международной системе. Нелли, насколько я знаю, существует еще и всемирное добровольческое движение. Вот ваша организация Лига Добра является его частью? Вы филиал или самостоятельная структура? Что это вообще за организация Всемирное Добровольческое Движение? Ну, Всемирное Добровольческое Движение объединяет просто все организации, которые существуют. В разных странах. В разных странах, да. И не нужно быть членом этой организации. То есть волонтерские организации, они относятся к веткам этого Всемирного Движения. Потому что, да, но есть зарегистрированное, но есть где членство, но мы все равно все себя считаем членами Международного Движения. Поскольку мы все делаем то, что делается во всем мире. Нелли, сталкивались ли вы в своей работе с непониманием или, может быть, даже с противостоянием каких-либо компаний или даже государственных учреждений во время организации своей работы? С непониманием сталкивались. С непониманием, но не с противостоянием. Ну, нет, никто не противостоит. В чем заключалось непонимание? Вас что, не пускали куда-то? Нет. А как? Очень часто не понимают, для чего нужен волонтер. То есть они все считают, что это человек, принеси, подай, побеги и так далее. На самом деле волонтер это абсолютно самодостаточный, очень часто взрослый человек уже, который понимает, для чего он пришел. Выполняющий определенные функции по пунктам. То есть есть функция, например, работа со зрителями. Он знает, что он должен сделать то, то, то. А многие считают, что это человек, которого можно эксплуатировать как хочешь. Потому что неправильное понимание, к сожалению, оно еще присутствует в России. Наверное, уже на международной арене его уже нету, вот сколько там это давно, да. То у нас это еще понимание, к сожалению, присутствует и хочется с ним бороться очень. Нелли, а вы можете сами прийти к организатору какого-нибудь концерта или спортивного матча и буквально предложить свои услуги? Конечно, могу. Очень часто так делаю. Например, какие случаи есть? Например, спортивное волонтерство в Искале Битца. Был медиа-саммит, где я была участником, встретилась там с организаторами, которые, ну вот, они привлекают волонтеров, я знаю, но пока непонятно откуда. Просто люди, которые, ну, приходят, им помогают. Я переговорила с организатором, предложила свои, грубо говоря, услуги, сказала, что у меня есть волонтерская организация, мы готовы вам помогать. У нас ребята обученные на школах. То есть это абсолютно нормально. А вам встречный вопрос не задают, сколько это будет стоить? Нет, не задают. Вот понимание, сколько стоит, уже у нас в Владивостоке... Не существует. Не существует. И слава Богу, потому что это было очень такой... Нелли, у нас есть звонок в студию. Давайте дадим возможность задать вопрос телезрителю. Доброе утро, пожалуйста, представьтесь и можете задавать свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Людмила. Я хотела бы узнать, существуют ли ограничения возрастные для вступления в вашу группу волонтеров. Да, Людмила, спасибо. Вопрос понятен. Что с возрастом? Это всегда студенты и молодые люди или есть какие-то вообще бесконечные возрастные рамки? Нет, конечно, это не только студенты. У нас есть волонтеры серебряного возраста. Что это? Это волонтеры, ну, за 40 лет, например, да. То есть это волонтеры, которые... Кто-то на пенсии уже. Это понятие пришло после спортивных мероприятий крупных универсиадов, там, Олимпийских игр в Сочи. У нас есть в Приморье такие волонтеры. Они, ну, не состоят, понятно, в какой-то организации, они просто нам помогают на некоторых мероприятиях. Они точно так же, как все, подают заявки. Они точно так же выполняют те же функции. Ну, самый большой возраст, с которым вы сталкивались среди волонтеров? А я не спрашиваю возраста волонтеров. Нет, я спрашиваю, но я... Это, наверное, за 50 лет. А самый маленький? Самый маленький у нас 14 лет. У нас, да, у нас, к сожалению, есть порог. Вот высшего порога нет. То есть тут можно 70-60 лет, если ты в состоянии, да, без проблем. А вот самый низкий порог это 14 лет. И то до 18 лет мы просим разрешения родителей. У нас есть форма разрешения родителей, чтобы ребята заполняли, поскольку иногда мероприятия затягиваются до 11 часов вечера, да. Пол 12-го пока их отвезут, пока привезут и так далее. Поэтому самый низкий это 14 лет. Меньше нет волонтеров. Нелли, давайте уйдем на рекламу и потом продолжим. Дмитрий Губерниев. С 1 марта по 31 декабря 2015 года в ДКЖД ежедневно без выходных с 9.00 до 20.00. Постоянно действующая большая распродажа тканей для окон. От 100 до 250 рублей за метр. Новое поступление товара. В медицинском центре «Океан» действует путевка здоровья выходного дня. В программу входит питание, проживание, посещение врача, физиотерапевта, бассейн с морской водой, водные процедуры, фито-чай и тренажерный зал. Телефон 246-89-00. Добро пожаловать за бодростью и здоровьем в «Океан». Туристическая фирма «Звезда мира» предлагает бесплатные туры в Хуньчунь. Лечение общих заболеваний, протезирование зубов, пластика лица. Адрес. Город Владивосток, улица Светланская, 147, офис 1-1. Телефоны 226-74-74 и 267-68-73. Код города 423. Гладко стелим, мягко спим. С домовид. С 19 по 28 июня. Скидки 30% на постельное белье и подушки. Ждем вас! Санаторий «Океан» приглашает на проведение банкетов свадеб корпоративов. Большие залы, свадебный шатер, домашняя кухня, уютные номера. Город Владивосток, улица Садгородская, 21, телефоны 8-423-265-65-49, 246-89-00. Веб-сайт океан25.ру Продолжаем разговор в прямом эфире программы «Алло Студия». Напомню, что сегодня у нас в гостях руководитель молодежного общественного объединения «Лига добра» Нелли Булатова. Еще раз напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию, задавать вопросы гостю по телефону 22 14 019. Нелли, как вы выбираете мероприятия, в которых участвуете? Вы как собираетесь кружком и решаете, вот на следующей неделе будет что-то интересное, давайте заявимся туда. Как это происходит? Нет, мы не выбираем мероприятия. Мероприятия выбирают нас. Мы же говорили о том, что нам поступают заявки на разные мероприятия. Да, какие-то мы просим сами, давайте мы вам поможем. Но большинство все-таки мероприятия, это мероприятия нас находят сами. И поэтому выбирать... Мы помогаем абсолютно всем, независимо от того, какое мероприятие. Есть определенные условия, конечно, чтобы мы предоставили волонтеров. Но обычно откликаемся на все заявки. Единственное, что когда за два дня до мероприятия, это очень сложно набрать волонтеров, когда это много людей. И тогда мы можем отказать. Нелли, ну вы же сказали, что не только вас находят, но иногда вы все-таки свои услуги предлагаете. Да, бывает. Так все-таки как вы выбираете мероприятие, на которое заявляетесь и предлагаете там свои услуги? Ну, есть мероприятия, которые нам интересны с точки зрения опыта. С точки зрения того, чему может волонтер еще научиться непосредственно на этом мероприятии. Поскольку каждое мероприятие для волонтера – это такой мини-тест, который он проходит. Где-то на стрессоустойчивость, где-то на определенные качества и умения. Поэтому, ну, в основном мы все-таки сами предлагаем свои услуги на мероприятиях более крупных. Либо это социальные акции. Поскольку понятно, что социальные акции, во-первых, мало освещаются, да. А социальные акции очень редко просят помощи. То есть очень редко социальные организации будут просить помощи у волонтеров. Там мы, конечно, предлагаем свои уже. Существует ли какое-нибудь событие или акция, в которой вы очень хотите поучаствовать? Никогда раньше не участвовали? Ну, буквально волонтерская мечта. Вот где бы вы хотели особенно поучаствовать, поработать? Ой, да, знаете, такой вопрос. У нас, наверное, в Приморском крае пока я не вижу такого мероприятия, поскольку все мероприятия доступны, все открыты. И абсолютно на всех мероприятиях можно поучаствовать. Где-то, как я руководитель организации, предложить свои услуги, или там меня попросят. Где-то я пойду просто волонтером. Я сама подаю заявки на то, чтобы просто пойти по волонтеру. Это другой организации. Поэтому такой какой-то мечты нет, наверное, пока. Есть мечта создать свое мероприятие крупное. Это да. Я хочу реализовать социальные направления в Приморском крае, в городе Владивостоке непосредственно. И хочется провести вот мероприятие. Это да, такое есть. Нелли, у нас есть еще один звонок в студию. Доброе утро. Пожалуйста, представьтесь и задавайте свой вопрос. Доброе утро. Меня зовут Роман. Мне бы хотелось у Нелли спросить, чтобы Нелли назвала пять своих главных достижений за вот этот год, ну, полтора организации существования. И пять, ну, как бы, скажем так, минусов каких-то вот в работе. Ну, либо негативных таких опытов, потому что в любом случае он есть. И вторая часть вопросов, также пять каких-то мероприятий, акций, которые она действительно хотела провести. И вот, как сказать, о планах этого мероприятия. Ну, давайте начнем вот со второй части вопроса. То есть продолжим то, о чем вы говорили, о чем вы мечтаете, какие мероприятия хотите в будущем провести. Не обязательно во Владивостоке. Чемпионат мира по футболу будет через три года. Да, хотелось бы, чтобы поучаствовали наши волонтеры. Это будет, правда, ну, волонтеры будут набираться каким-то определенным центром, более крупным, чем мы, да. И хотелось бы, чтобы мои ребята тоже поучаствовали, чтобы они подали заявки и попали на это. Но это не будет относиться к нашей организации. Это будет просто у каждого свой индивидуальный волонтерский опыт. Что хотелось бы провести? Пока говорю только за Владивосток, потому что так замахиваться куда-то дальше я пока не планирую. Хочу провести вторую школу подготовки волонтеров. В прошлом году мы провели первую школу подготовки волонтеров. Сейчас уже написан план того, как это будет происходить, как я это вижу. Ну, про школу волонтеров давайте немножко попозже. Вот все-таки о событиях. Через месяц во Владивостоке будет, на мой взгляд, буквально грандиозное спортивное событие – Кубок Дэвиса. Опять же, в Фетисов-арене. Вы будете там работать? Слышала. Россия, Испания. Я слышала, да, об этом Кубке. И, к сожалению, пока организаторы на нас не выходили. Я сейчас ищу как раз-таки людей, кто этим будет заниматься, для того, чтобы можно было предложить помощь наших волонтеров, которые понимают, которые знают хорошо Фетисов-арену, потому что у меня волонтеры знают каждый уголочек Фетисов-арены. То есть, ну вот пока такого не произошло контакта, так что пока в поиске. Конечно, хотелось, чтобы... Будем надеяться. Я вам искренне желаю, чтобы ваша организация там поучаствовала. Мы тоже очень хотели. Нелли, давайте вторую часть вопроса романа перенесем на попозже, потому что у нас есть еще один звонок. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, и можете задавать свой вопрос Нелли. Добрый день и здравствуйте. Меня зовут Михаил. Да, Михаил. И я хотел бы узнать, как можно связаться с вашей организацией, Нелли, и вот, допустим, какие-то профессиональные сообщества, я, например, парикмахер, да, то есть как бы под вашим началом объединять, для того, чтобы какие-то делать выездные мероприятия, вот именно в этом плане хотелось бы узнать. Спасибо, Михаил. Ну, вопрос понятия. Да, как к вам попасть, где искать Лигу Добра, как вообще вступить в ваши ряды? Попасть очень легко к нам. Вы просто заходите в группу ВКонтакте, вводите там Лига Добра, ну, то есть, да, в сообщество, и буквально первая или вторая ссылка, это будет наша организация, у нас логотип Бобер. На нем написано «Молодежь, на общественном деле Лига Добра» и «Бобер с сердечком». Все очень просто. Там есть контакты мои, непосредственно моя электронная почта, мой сотовый телефон, есть мой аккаунт, да, то есть мы очень активны в соцсетях. Нас очень легко найти, никаких проблем это не стоит. Мы всегда на все сообщения откликаемся, на все звонки откликаемся, можем встретиться, поговорить, переговорить, и с удовольствием всегда поможем. Нелли, давайте вернемся к вопросу предыдущего телезрителя, Роман его зовут. Все-таки вот пять ваших негативных опытов и пять положительных. Вообще наберется по столько? Негативных точно не наберется столько, это я могу однозначно сказать. Одно, да, есть, это бессонные ночи. Это единственное, что негативно, наверное, в волонтерской деятельности, особенно когда крупные мероприятия, ты можешь реально не спать неделю. То есть спать по два, по три часа, так вот приложив к подушке голову, что у тебя очень много списков, много задач, много где надо распределить ребят, много где надо, куда съездить и так далее. Хороших очень много, их больше пяти, намного. Это, во-первых, это новые знакомства. Это, наверное, одно из самых таких хороших воспоминаний от всех мероприятий. У меня есть друзья-знакомые по всей России после той же университеты в Казани, после наших мероприятий, да, волонтеры. Вот студ весна была, да, я, к сожалению, не участвовала в студ весне, но ребята, я знаю, что мои, которые участвовали в студ весне, приобрели очень много знакомств. То есть второе хорошее, это, наверное, получение опыта. Такой опыт, как в волонтерской деятельности, ты не получишь нигде. Это и стрессоустойчивость, это какие-то навыки, умения. Перед каждым мероприятием у него, у каждого мероприятия свои особенности. Ты проходишь какую-то мини-школу, мини-подготовку от организаторов. Ты знаешь какие-то и спортивные нюансы, если это спортивное волонтерство, и социальные нюансы, где как, с какой категорией работать людей. То есть это такой вот опыт очень яркий. Еще три, ну это надо думать. Их много. Давайте о школе волонтеров. Мы отложили тоже этот вопрос. Как вообще можно научить волонтерству? Неужели существуют какие-то учебники, курсовые программы? Как все это происходит? Или на уровне интуиции? Ну, курсовых программ нету, как таковых, да? Но есть определенные тренинги. Вообще, я считаю, что школа волонтеров будет полезна и нужна, если она будет практическая. Если мы будем давать только теорию волонтерам, мы можем, конечно, просидеть неделю и говорить теоретические вопросы о том, как куда идти, как где стоять, как где махать рукой. Но если это не пережить на практике, ты никогда не научишься. Есть определенный блок тренингов. Это тренинги на команду образования. Это очень важно, поскольку волонтеры, приезжая на мероприятия, ты работаешь не один, вокруг тебя работает еще какое-то количество людей. И надо уметь с ними взаимодействовать, надо уметь находить общий язык, даже если тебе этот человек не нравится. Для этого есть тренинги по команде образования. А также есть тренинги по стрессоустойчивости. Это тоже важно. Мы берем кейсы определенные. Это определенные ситуации, которые происходят на мероприятии. Их разбираем, но разбираем не с точки зрения теории, а мы их прорабатываем на практике. Мы разбиваем ребят, это вот с первой школы волонтеров был такой опыт. Мы разбиваем ребят на пары, на по три человека, и даем им определенную ситуацию. Например, к вам пришел человек без аккредитации. Вы его не можете пустить на объект, на спортивный. Что вы будете делать? Это обычно очень стрессовая ситуация, потому что люди начинают орать, бесноваться, как так, я организатор, а без бейджа нельзя. И вот у нас ребята это прям проигрывают сценками, показывают, и мы потом объясняем, что они сделали неправильно, как нужно было поступить, что нужно было сказать. То есть школа все-таки у нас такая больше практическая. У нас она не единственная в городе Владивостоке. Центр продуктовки волонтеров проводит уже пять лет, как я знаю, школу. В ГОЭС, по-моему, тоже проводит. Мы вот только второй год будем проводить. Но у них школа, мне кажется, я не знаю, я была на школе волонтеров ЦПВ, ДВФУ, наверное, года три тому назад, на второй или на третий. Мне очень понравилось. Там очень было много теоретического материала. Мы даем больше практику. Нелли, ну, судя по вашему уверенному, свободному поведению во время телевизионного прямого эфира, стрессоустойчивость у вас тренируют очень хорошо. У меня она просто выработалась. Я отработалась на такое количество мероприятий, что она уже очень хорошо выработалась. Какие направления волонтерской деятельности сейчас наиболее востребованы в нашем городе? В нашем городе востребовано наиболее событийное волонтерство сервисное, поскольку очень много мероприятий. Вот ближайший у нас день города, на котором мы будем помогать. Востребовано спортивное волонтерство, поскольку у нас много соревнований. Сейчас много вот таких крупных международных соревнований. Социальное не так. Оно востребовано, но оно как-то, наверное, Волонтеров еще просто не развито. Ну, наверное, это два основных, главных направления. Про возраст волонтеров мы с вами поговорили, а вот что касается гендерных различий, парней или девушек больше приходит? Ну, конечно, девушек. Почему, как вы думаете? Потому что парни обычно у нас стараются заработать побольше денег пойти. Им же надо девушку сводить в кино, подарить ей цветочек. А девушки могут себе позволить вот этот возраст студенчества, да, мы говорим сейчас про студенчество, да, все-таки на себя больше потратить, да, там, поэтому, ну, плюс девушкам, наверное, это интереснее. Я не думаю, что у нас в основном функции-то, там, наградная команда, это в основном девушки, волонтеры официальных мероприятий, это тоже в основном девушки. Да, если спортивные, это парни, у нас очень много парней на ХК «Адмирале». Ну, все понимают, почему, да, это, конечно же, не только волонтерство. Потому что парни больше любят спорт. Да, они любят это и смотреть, и они больше в этом разбираются. Поэтому и все-таки парни. Нелли, когда я вас в первой половине программы спрашивал о направлениях деятельности вашей организации, вы почему-то не упомянули экологическое направление. Но, тем не менее, в информационной справке о Лиге Добра оно указано. Что это за направление? Вы помогаете в уборке пляжей, территорий, или, может быть, там, ухаживаете или кормите бездомных животных? Что конкретно? Да, мы помогаем в уборке территорий и пляжей. У нас была недавно уборка пляжа в бухте Охлёстышево. Там открывается новый пляж, нас попросили помочь. Мы помогли очистить территорию от того, что там было после прошлого года. У нас люди не умеют отдыхать культурно, они обычно все вставляют, поэтому для этого нужна помощь. Честно говоря, зря вы выбрали именно этот пляж, потому что он арендован, он принадлежит определенным людям, которые деньги за это берут через веревочку. Они должны этим заниматься. Ну да бог с ним, дело благое, уборка территории, как бы то ни было. А нас попросили эти люди, им помочь. И мы пошли им навстречу. Да, ну плюс это же все-таки территория пляжа, да, это все-таки экология. Почему бы и не помочь? То есть лучше они эти деньги тогда потратят на заасфальтировать дорогу к этому пляжу. Логично. А мы поможем убрать его. Также экологическая у нас сторона, мы сотрудничаем с землей леопарда. То есть вот мероприятие было день леопарда, это помогали наши волонтеры. То есть у них есть своя волонтерская организация, и часть функций взяли мы на себя. Хочу двигаться в этом направлении, и также продолжать сотрудничать с землей леопарда, чтобы наши, не только их волонтеры обучены, чтобы они обучили наших волонтеров, и мы тоже могли помогать им на самой земле леопарда. Но это вот такие планы, планы, планы пока, надеюсь, что осуществятся. Нелли, а на ваш взгляд, какими качествами основными должен обладать волонтер? Основными качествами стрессоустойчивость, это прям основное качество, мы об этом не раз уже сказали, это оптимизм, наверное. Потому что на любом мероприятии человек должен быть с улыбкой, какое бы оно ни было трудное. И, конечно же, это ответственность. Оно, наверное, самое главное. Ответственность, потому что, да, ты волонтер, но ты несешь ответственность за то, что ты делаешь, за то, как ты делаешь, за то, как ты разговариваешь с людьми, на тебя возложили определенные обязанности. И ты должен с этими обязанностями справиться. Так все-таки волонтеры что-то получают за свою работу? Какие-то, ну хотя бы поощрения? Я про деньги уже не говорю, это понятно. Есть система поощрений, конечно, это благодарственные письма. После практически каждого мероприятия организаторы делают благодарственные письма. Это одно из тех обязательств, которые мы берем с организацией, когда мы говорим, что да, мы сотрудничаем с вами, мы помогаем на ваших мероприятиях, мы просим, чтобы волонтерам сделали благодарственные письма и просим, чтобы их кормили, если мы работаем больше четырех часов. Потому что дети не могут быть голодными, они не смогут просто работать элементарно. У нас есть закон о добровольчестве, который не вступил еще в силу, но он все-таки есть, он существует, и там это прописано все. Конечно же, поощрение, а потом эти благодарственные, они там уже распоряжаются ими сами. Я слышал, что в некоторых вузах у участников волонтерских движений даже есть какие-то поплашки по учебе. Это так? Ну, на себе могу сказать, что нет. По себе знаю, что поплашек никаких нет. Иногда даже к нам еще строже относятся, потому что мы посещаем не все занятия. Да, мы где-то пропускаем. Есть система поощрения в виде стипендий общественных, куда как раз-таки эти благодарственные письма и подаются. Но это только для тех, кто учится хорошо. Нелли, эфирное время наше подошло к концу. Я благодарю вас за интересную, подробную беседу. Успехов вам в работе. Спасибо. Это была программа Allo Studio. Спасибо, что были с нами и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!